Всем привет! С вами Russian with Dasha, канал для тех, кто изучает русский как иностранный. Можете включить субтитры, они на русском и английском языках. Транскрипции на патреоне. Я приехала в Плёс. Это небольшой, но очень красивый город на берегу Волги. И здесь просто чудесно, красиво, умиротворённо. Этот город был построен в 1410 году. Я сейчас на центральной улице Плёса. Мы приехали вчера, погуляли по городу, поужинали в классном пивном ресторане. Выспались и сегодня уже позавтракали рыбными пирожками. Они, по-моему, называются Уголки. Сейчас идём на гору Левитана. Это памятник Исааку Левитану. И рядом с ним дом-музей, в котором он останавливался, когда приезжал в Плёс писать картины. Смотрите, здесь висит табличка. В этом доме в 1888 году жил и работал художник Исаак Левитан, гениальный мастер русского пейзажа. С 60-х годов прошлого века Плёс входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Мы приехали сюда на два дня. Сначала на поезде мы доехали до Костромы, провели там день и вечером взяли такси до Плёса. В течение пяти дней мы посмотрим четыре города Золотого кольца – Кострому, Плёс, Суздаль и Владимир. Здесь написано, что это дом Поляковых, избушка в два окошка по фасаду под двускатной крышей. Редкая разновидность традиционного русского дома, подходящая для семьи из двух-трех человек. Смотрите, какие красивые наличники. Плёс очаровывает своей неброской красотой. Уютные, мощенные булыжником улочки, дома с кружевом наличников, маковки церквей на холмах, буйство зелени летом, сияние золота осенью, удивительный простор, где водная гладь встречается с небом. Именно в таких местах сохранилась живая, трепетная душа России. Нам повезло с погодой. Было не очень жарко, поэтому мы с удовольствием часами гуляли вдоль реки. На вечер мы купили копченую рыбу и настойку на ягодах и травах. Попробовав пирожные в уютном кафе, мы решили ненадолго вернуться домой и устроить сиесту, то есть отдохнуть. Квартира, которую мы нашли на сайте Авито, очень милая. Смотрите, какое окно, очень симпатично. Сейчас покажу наш ковер. Олеся, помаши ручкой. Смотрите, какой ковер, картина на стене, вот такой зал. И вот такая милая комната стоит 4500 рублей за одну ночь. Археологические раскопки подтвердили существование здесь города-крепости еще в XII веке. Летописи говорят о том, что Плёс был разорен и сожжен во время ордынского нашествия на Русь зимой 1237-38 годов. В 1410 году была возведена новая крепость, а в XVIII веке Плёс получил статус уездного города. Здесь производили грубое льняное полотно и парусину. Наивысшего расцвета Плёс достиг к 50-м годам XIX века благодаря торговле лесом, хлебом и хлопчатобумажными тканями. В Плёсе есть несколько старых домовых церквей. Самому старому собору Успения Пресвятой Богородицы в этом году исполнится 324 года. В конце XIX века в Плёсе были построены дачные дома, а купеческие особняки стали сдаваться в аренду. Здесь можно посетить мемориальный дом музея Исаака Левитана, в комнатах которого воссоздана обстановка середины XIX века, а также единственный в России музей пейзажа. Напишите, пожалуйста, нравится ли вам такой формат видео. Спасибо моим патронам и до встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok